Если у вас есть старый сломанный телефон, который уже ни на что не годен и который не работает, не спешите его выбрасывать, потому что с него можно взять что-то полезное. Например, дисплей, который вы можете подключить к Ардуино. О том, как подключать дисплей к Ардуино, я делал отдельное видео, и вы можете ссылку на это видео найти в описании. Также в телефоне можно взять вибромотор и попробовать подключить его к Ардуино. Давайте сегодня это и сделаем. Поехали! Вибро из телефона это обычный микромоторчик. Он просто очень маленького размера. На его ось надет небольшой грузик, который децентрализирует вес. И во время вращения груз тянет мотор в какую-то из сторон. И от этого получается очень сильная вибрация. Ну, давайте мы сейчас попробуем его подключить. Этот моторчик удобен, у него уже есть два провода выведенных. Ну, как и любое устройство, он потребляет свой ток, свое напряжение. Поэтому просто так подключить к питанию, это будет не совсем разумно. Итак, что нам для начала понадобится? Ну, конечно, сам моторчик. Я на его конец припаял вот такую вот двойную вилочку, для того, чтобы можно было подключаться к макетке. Также понадобится транзистор. Практически любой. Я взял BC555 и буду использовать именно его. Также понадобится пару резисторов. Я взял один резистор на 10 Ом и один резистор на 1 кОм. Давайте теперь приступим к подключению. Схема у вас будет в описании, вы сможете ее скачать. Ну, давайте мы установим все это дело на макетку и посмотрим, что у нас получится. Эмиттер транзистора мы подключаем к плюсу. На базу центральной у нас будет идти управление, а с коллектора мы будем получать сигнал на наш моторчик. Итак, ставим моторчик наш. Один контактом мы подключаем к транзистору. Вторым контактом у нас будет идти через резистор 10 Ом к минусу. Получается, транзистор у нас будет включать плюс питания для этого моторчика. И также на базу транзистора мы подключаем резистор, через который будет идти управление с Ардуино. Я взял резистор на 1 кОм. Ну, в принципе, можно брать в пределах от 100 Ом и выше. Поэтому здесь все весьма относительно. Берите то, что вам более всего удобно. Давайте теперь перейдем к скетчу. Скетч я открыл самый простой. Это Blink. То есть файл, примеры, Blink. И здесь у нас пин, который будет идти на выход. И мы его включаем и выключаем. И то же самое мы сейчас сделаем. Давайте сделаем какой-нибудь пин на выход. Так как у меня Ардуино Мега, могу любой использовать. Давайте 34-й пин, без разницы. И сюда точно так же скопируем. То есть мы этот самый пин, мы его включаем и выключаем. Сейчас подключим питание к нашей платке с Ардуино. Вот наш 34-й пин. И прошиваем. И сейчас посмотрим, что у нас получится. То есть, как вы видите, вибро на секунду включается. Работает секунду. После этого отключается. Очень просто. Просто включаем и отключаем. А транзистором мы коммутируем нагрузку. Зачем нужен транзистор? Ну, просто потому, что все-таки вибро это не какой-нибудь светодиод. Это моторчик. Он потребляет значительный ток. И если не используют транзистор, то есть шанс спалить порты Ардуино. Поэтому всегда подключайте вибро через какой-нибудь транзистор. Резистор токоограничивающий нужен тоже, опять же таки, для того, чтобы напрямую питание не шло на моторчике. Чтобы не спалить сам мотор. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классными и интересными. И пусть у вас все работает и очень интересные проекты получаются. Я вам желаю успехов. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...